Всем здарова, с вами Рики. Сегодня я с вами поделюсь своим velocity скриптом для автор эффекса. Благодаря ему вы сможете анимировать скорость воспроизведения видео с помощью удобного ползунка скорости. Прямо как в Вегасе. Для начала вспомним немного теории. Любое видео состоит из множества неподвижных картинок. Их называют кадрами. Если мы будем перелистывать 12 кадров в секунду, то наша анимация будет выглядеть рваной. Если будем перелистывать по 60 кадров в секунду, то анимация станет плавной. Скорость, с которой перелистываются кадры, называется частотой кадров. То есть в первом случае частота кадров равна 12, а во втором 60. По-английски частоту кадров называют frames per second, FPS, или же еще frame rate. Отлично, вспомнили элементарную базу. Теперь можно приступить к редактированию видео. Но перед этим сделаем так, чтобы таймлайн показывал кадры, а не время. Для этого, удерживая Ctrl, нужно кликнуть на эти числа. Готово. Теперь применим функцию для изменения времени. Для этого выделяем видео и жмем сочетание клавиш Ctrl-Alt-T. На слой применится таймремаппинг. Таймремаппинг – это техника, которая позволяет изменять последовательность кадров и скорость их воспроизведения. Параметр таймремаппинга показывает, какой кадр сейчас отображается. По умолчанию ставятся два кейфрейма. Значение первого кейфрейма равно первому кадру нашего видео. Это значит, что в данной точке отображается первый кадр. Если быть точнее, то это нулевой кадр, потому что в After Effects отчет кадров начинается с нуля, а не с единицы. Значение последнего кейфрейма равно последнему кадру нашего видео. В моем случае оно равно 216 кадру. Это значит, что в этой точке отображается 216 кадр нашего видео. Так как между двумя этими кейфреймами линейная зависимость, то перелистываться кадры будут равномерно. От нулевого до 216 кадра. Давайте изменим порядок перелистывания кадров, добавив середину кейфрейм с рандомным значением. Пусть это будет 125 кадр. И вот у нас образовалось два промежутка. На первом перелистывание кадров идет от нулевого до 125 кадра. А на втором от 125 до 216. Обратите внимание, как меняется частота кадров. При быстром перелистывании частота кадров увеличивается. При медленном наоборот понижается. Что ж, давайте теперь проанимируем кейфреймы. Выделяем их, заходим в граф-эдитор. Снова выделяем кейфреймы и жмем F9, чтобы появились желтые палки для регулирования кривых. Крутим их на свой вкус и смотрим на результат. Я сделал так, чтобы видео начиналось сильным ускорением. В середине почти не двигалось. И в конце заканчивалось сильным ускорением. Как можете заметить, в середине, из-за очень сильного замедления, видео начинает тормозить. Такой случай называется потерей кадров. О нем мы сейчас и поговорим. На самом деле, здесь все просто. Потеря кадров происходит, когда фреймрейт видео становится ниже фреймрейта композиции. Например, если мы изменим FPS композиции на 20, то у нас не будет потери кадров, так как FPS видео больше FPS композиции. В этом легко убедиться, если мотать видео покадрово. Для этого удерживайте Ctrl и жмите стрелку вправо на клавиатуре. Как видите, на каждом кадре картинка меняется. Значит, потери кадров нет. Но вот если мы выставим в нашей композиции 120 FPS, то потеря кадров появится, потому что теперь FPS нашего видео аж в два раза меньше FPS композиции. Покадрово перемещаясь, видно, что изменения в видео происходят лишь каждые два кадра. И возвращаясь к моменту, где мы проанимировали таймремап, видно, что в середине видео потеря кадров происходит по абсолютно такой же причине. А именно, FPS видео становится ниже FPS композиции. Вы, конечно, можете вручную попытаться это исправить, попиксельно калибруя график, но лучше просто скачайте мой скрипт. С помощью него избавиться от потери кадров будет гораздо легче. Для этого заходим на GitHub, справа жмем на кнопку релизы, листаем в самый верх и качаем velocity-скрипт.jsx. Этот файлик перекидываем в папку After Effects, Support Files, Scripts, Script UI Panels, после чего перезапускаем After Effects. Чтобы открыть скрипт, жмем на Window, листаем в самый низ и кликаем на Velocity Script. Появится вот такая менюшка. Ее можно прикрепить в нижний правый угол. Давайте опробуем этот скрипт. Выделяем видео, выбираем тип Velocity Advanced и жмем кнопку Add Velocity. Применится все тот же Time Remapping, но уже с Expression. Expression – это уникальная формула, по которой вычисляется значение эффекта. В нашем случае это формула, по которой вычисляется значение таймремаппинга. Значение, которое будет выдавать эта уникальная формула, зависит от трех контроллеров, которые находятся в окошке Effects Controls. Начнем с первого контроллера Speed. Он позволяет нам изменять скорость воспроизведения видео. Его единицы измерения – проценты, где 100% воспроизводят видео на оригинальной скорости, 300% воспроизводят видео в 3 раза быстрее, 50% воспроизводят видео в 2 раза медленнее, 10% в 10 раз медленнее и так далее. Для тех, кто не понимает, если мы разделим проценты на 100, то получим обычное число, на которое делится наша длительность видео. К примеру, 100% делим на 100 – получаем единицу. Длительность видео делим на единицу – получаем точно такую же длительность видео. То есть ничего не меняется. 300% делим на 100 – получаем 3. Длительность видео делим на 3 – получаем длительность, укороченную в 3 раза. Это значит, что видео будет воспроизводиться в 3 раза быстрее. 50% делим на 100 – получаем 0,5. Длительность видео делим на 0,5, получаем 2 длительности. Это значит, что видео будет воспроизводиться в 2 раза дольше. И так далее. Как мы уже ранее выяснили, если FPS видео ниже FPS композиции, то появляется потеря кадров. Если мы понизим FPS композиции в 3 раза, то сможем замедлить видео в 3 раза, без потери кадров. Но как же нам замедлить видео ровно в 3 раза? Для этого всего лишь нужно 100% поделить на 3. Готово. В случае с простыми числами, можно всё поделить в уме. Но, если у нас, к примеру, FPS видео равен 500, а FPS композиции 24, то такое в уме уже не посчитать. Поэтому я добавил в скрипт кнопку, которая за вас считает минимально возможную скорость без потери кадров. Жмёте на равно. В первое окошко вписываете FPS видео. Во второе FPS композиции. И жмёте кнопку Solo. После чего вылезет окошко, где сразу выведется число в процентах, в которое нужно поставить слайдеру Speed. У меня это 34%. Выставляем его. И действительно, нет никакой потери кадров. Сразу хочется сказать, если у вашего видео фейковая частота кадров, например, в свойствах видео написано, что его частота кадров равна 60, а на деле лишь 30, то формула вычисления минимальной скорости без потери кадров работать не будет. В этом случае вам придётся самому на глаз угадывать минимальную скорость. Если же вы хотите замедлить видео, не понижая FPS композиции, то можете попробовать включить Pixel Motion. Pixel Motion – это техника, которая автоматически дорисовывает недостающие кадры, и благодаря этому предотвращает потерю кадров. Чтобы её применить, для начала раскройте эффекты, нажав на кнопку в нижнем левом углу. После чего рядом с видео два раза кликните вот по этой кнопке. Она включит Pixel Motion. Как видите, замедленное видео действительно избавилось от потери кадров и стало плавным. Разумеется, Pixel Motion генерирует кадры с артефактами. Но даже так, в некоторых случаях он реально может пригодиться. Итак, минимальную скорость мы узнали, можно начинать делать в Velocity. Готово. Я сделал очень резкие графики, но даже так потери кадров не наблюдается, потому что я не опускался ниже минимальной скорости. В моём случае не опускался ниже 34%. Если вы хотите разделить видео на две части, то есть два способа. Первый – это нажать сочетание клавиш Ctrl-Shift-D. В таком случае, ваше видео просто поделится на две части, и абсолютно все кефреймы останутся на месте. Но это не очень удобно. Во-первых, это выглядит некрасиво. А во-вторых, большое количество кефреймов понижает производительность. Потому что в таком случае, Экспрешену приходится просчитывать огромное количество информации. Для вас я создал второй способ, а именно добавил в скрипт умную кнопку Split. Перемещаем курсор в точку, где мы хотим поделить видео, выделяем само видео и жмём Split. Эта кнопка поделила видео на две части и автоматически почистила все бесполезные кефреймы справа и слева. Очень удобно. Давайте удалим Velocity с выделенных слоёв, нажав на этот крестик. Заново добавим Advanced Velocity и взглянем на оставшиеся параметры. Единственный кефрейм на параметре таймремапа отвечает за начало видео. В точке, где он расположен, видео начинается с нулевого кадра. Если мы передвинем этот кефрейм, то начало видео тоже сдвинется. Анимировать этот параметр нельзя. Сколько бы вы кефреймов не добавили, все кроме первого будут игнорироваться. Скорее всего, вы уже заметили, что после применения Advanced Velocity перед началом слоя ставится SpeedKeyframe со значением 100%. Это сделано для того, чтобы вы могли выставить любую начальную скорость, не смещая слой. Если вы удалите этот кефрейм и попытаетесь выставить начальную скорость, то ваш слой начнет смещаться. Потому что вычисления скорости начинаются не с начала слоя, а с первого кефрейма таймремапа, который отвечает за начало видео. Возможно, вы ничего не поняли, но когда сами будете тыкать, то 100% вы разберетесь. Дальше идет OffsetController. Он тоже позволяет смещать начало видео, но его можно еще и проанимировать. Давайте сразу отключим скорость, чтобы было нагляднее. Вот мы крутим Offset вправо, влево, и видео сдвигается в ту же сторону. А теперь проанимируем. Пусть в начале не будет смещения, ставим 0. А в середине покрутим Offset так, чтобы персонаж находился в середине кадра. Как видите, этот параметр делает абсолютно то же самое, что и обычный таймремаппинг. Только здесь цифры не совпадают с номером кадра, который отображается. На это есть причина, но о ней я не буду сегодня рассказывать. Давайте дальше анимировать Offset. И вот мы снова получили тот же результат, что и в начале туториала. И точно так же в середине происходит потеря кадров. Но теперь-то мы знаем, что для избежания этого нужно выставить минимальную скорость. Быстренько считаем ее по формуле. Ага, 34%. Ставим это значение в скорость и наслаждаемся. Потери кадров как не бывало. Кстати, именно этим способом я делаю Velocity во всех своих эдитах. Выставляю минимальную скорость и анимирую Offset. Взять тот же последний эдит по колде. Вот чистый клип. По формуле выставляю минимальную скорость. В данном случае 3%. Дальше анимирую в две точки Offset. И вуаля! Velocity готова. И так со всеми сайнами. Этот способ очень легкий и удобный. Советую вам его попробовать. С Offset'ом разобрались. Остался финальный контроллер Time Reverse Layer. Если его включить, то видео начнет воспроизводиться в обратном порядке. С конца до начала. Для фанатов обычного тайм-ремаппинга я тоже сделал пару фишек. Если вы добавите тайм-ремаппинг через сочетание клавиш Ctrl-Alt-T, то его кейфреймы будут за пределами видео. Но если добавите его через скрипт, выбрав Regula, то кейфреймы автоматически поставятся в нужном месте. И конечно же сплит. Если вы разделите слой с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift-D, то все кейфреймы останутся на месте. Но если вы вместо этого нажмете кнопку Split, то лишненькие фреймы автоматически подрежутся. На этом видео подошло к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, или вы нашли баги в скрипте, то оставляйте комментарии и пишите мне в Discord. А еще, если мой скрипт поможет вам сделать хотя бы один edit, то по желанию можете упомянуть меня в описании своего видео. Тогда я вам даже лайк поставлю. В общем, проявляйте активность, и тогда следующий туториал выйдет не через год, а чуть-чуть раньше. Еще увидимся!